У малышей мокрые пеленки, у подростков бушуют гормоны, у людей среднего возраста — кризис. Пожилые отдают все свои деньги в аптеку. Здесь очень много аспектов. С этим связано очень много аспектов. Все это будет работать против вас. Ваш собственный интеллект будет работать против вас. Подростковый период буквально означает период линьки. Ребенок переходит к следующей стадии. До подростков нужно донести одну простую вещь. Намаскарм, Садгуру. Вы можете объяснить, почему так много подростков по всему миру страдают от тревожных расстройств? Подростковый возраст — это весна вашей жизни. Если у вас проблемы с весной, то я могу себе представить, как вы будете переносить зиму. Это весна вашей жизни. Когда все переполнено энергией, когда тело на пике своих возможностей, если у вас проблемы с этой частью жизни, то могу себе представить, как вы справитесь с остальной ее частью. Это не касается какого-то конкретного возраста. Возможно, исследование проводится на конкретных людях, но у малышей мокрые пленки, у подростков гушуют гормоны, у людей среднего возраста — кризис. Пожилые люди отдают все, что есть в аптеку. В молодости вы покупаете наркотики на улице. Во взрослом возрасте вы забираете их с прилавка. Ничего особо не меняется, а просто становится законным. Да? Многое из того, что было незаконным, становится законным. Не так ли? Я не пытаюсь шутить над чужими страданиями, но вам нужно понять, что происходит. С этим связано очень много аспектов. И я не думаю, что смогу охватить их все за эти несколько минут. Я просто хочу прояснить для вас кое-что. Существует пять источников восприятия внешнего мира. Пять каналов. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Самый простой аспект жизни состоит в том, что, по сути, ваши глаза рассчитаны на 12 часов света и 12 часов темноты. Звездный свет, лунный свет. В наше время, постоянно, пока вы спите, в глаза проникает свет. Без вариантов. И звуки. Просто представьте, если бы вы жили в таком тихом месте, как здесь, если вы побудите в ашраме, то здесь тихо. Если вы жили здесь, то время от времени... Если бы вы жили здесь, то время от времени могли бы услышать какой-то шум. Но в целом в ашраме тихо. Немного стрекочут насекомые, вот и все. Но в наши дни круглосуточно что-то работает. Автомобильное движение не прекращается. В Соединенных Штатах везде и всегда гудит какой-нибудь механизм. Если я приезжаю в Америку на 6-8 недель, повсюду непрерывный гул. Что-то работает. В любом здании что-то работает. Когда я возвращаюсь в ашрам Индии, там царит тишина. Абсолютная тишина оказывает на вашу систему огромное влияние. Но гул не прекращается. Видите? Его слышно даже здесь. Я все еще стою на своем. Не знаю, возможно, втайне от меня их уже установили. Но я сказал, никаких кондиционеров в ашраме, в коттеджах. Я говорю это. Потому что вы посещаете центр йоги, чтобы привести свою систему к определенному уровню стабильности, баланса. Потому что без баланса не имеет значения, какие у вас таланты, какой у вас интеллект, какие способности. Без баланса. Вы ни на что не годитесь. Все это будет работать против вас. Ваш собственный интеллект будет работать против вас. Итак, постоянный безостановочный шум и вибрация. И как будто этого мало, люди надевают наушники, и в них все время... Это называют музыкой. Но музыкант даже и не играет. Это просто механизм, который все время стучит в ваших ушах. Наверное, это лучше, чем слушать окружающих. Может, вы думаете, что это лучше, чем шум автомобилей. Но постоянное воздействие звука, постоянное воздействие света, постоянное воздействие разных других факторов — это влияет на всех. А подростковый возраст буквально означает период линьки. Ребенок быстро переходит к следующей стадии. Это период, когда вокруг должна быть очень стабильная атмосфера. У большинства людей такой атмосферы нет. Из-за различных причин, о которых я уже говорил. Ситуация в семье нестабильная, родители тоже кричат. Да? Да, они кричат. Потому что в каждом фильме, в каждом телешоу везде показывают, что дома, если вы рассержены, вы должны кричать, бить кулаком в дверь, ударить, если никого-нибудь, то хотя бы вы должны что-нибудь разбить. Это становится нормой. Все думают, что именно так нужно обращаться со своими эмоциями. Да? Когда подаются такие примеры, люди думают, что именно так стоит обращаться со своими эмоциями. Нет. Если ваши эмоции выходят из-под контроля, взмолчите, закройте глаза и просто посидите на месте. Да? Вот способ обращения с вашими эмоциями. Если ваши эмоции выходят из-под контроля, просто закройте рот, закройте глаза и посидите где-нибудь. Не ввергайте в хаос остальный мир. Да? По крайней мере, такую ответственность вы должны взять на себя. Когда внутри вас хаос, не ввергайте в хаос весь мир. Держите свой хаос при себе. Это вы должны суметь, не так ли? Но люди везде демонстрируют, что если вы эмоциональны, вы должны что-то пнуть, что-то сломать, бросить что-то в другого человека или хотя бы в стену. Представьте, что не существует ни телевидения, ни кино. Скажите мне, сколько раз в своей жизни вы смогли бы увидеть, как кого-нибудь застрелили? Но сегодня, потому что вы смотрите телевидение и кино, сколько перестрелок вы видели? Сотни, возможно, тысячи, не так ли? Думаете, это никак на вас не влияет? И это еще не все. Начиная с пятилетнего возраста. Все, что усваивают дети, это стрельба, стрельба, стрельба. Может быть, это только на экране, но когда-нибудь они должны будут оторваться от экрана и заняться настоящим делом. Да или нет? Я могу бесконечно приводить примеры того, что мы делаем во имя так называемой современной жизни и что может только испортить жизнь. Каждая жизнь испорчена. Я говорю не только про подростковый возраст, но поскольку подростки все еще зависят от вас, то вы жалуетесь, родители жалуются. Потом они создают свои семьи, и тогда уже их мужья и жены начинают жаловаться, и их никто не слушает. Да? Все те же негодники создают семьи, заводят детей и так далее. Да? Да или нет? Может быть, с возрастом, если они станут немного менее энергичными, или по крайней мере станут выпивать по вечерам, и отключаться. Либо работать до изнеможения и потом дома валиться с ног, тогда все будут в безопасности. Но это не то, как надо вести свою жизнь. Даже если вы живете насыщенной жизнью, вы не должны вредить ни одной жизни вокруг себя. Вот что значит жизнь. Да? Если единственный способ убедиться, что вы не опасны, это истощить, усыпить себя. Это нельзя назвать хорошей жизнью. Так что, это такой этап жизни, когда изменения происходят очень быстро. Все эти воздействия, которые оказывают влияние на каждую жизнь на планете, не только на человеческую жизнь, на каждую жизнь на планете. Возможно, в подростковом возрасте это проявляется в большей степени, а может, с ними происходит то же, что и с вами. Это просто вы думали, что они ваши сладкие крошки. А теперь они проявили свои генетические качества. если такова уменьшенная версия вас, то вы должны обратить внимание вот на это. Одна простая вещь заключается в следующем. Если каждый человек просто будет знать, как сидеть неподвижно, всего несколько минут в день, никакой великой духовной садханы просто сидеть неподвижно, если это произойдет, мир изменится во многих отношениях. Но все равно нам придется переносить все эти воздействия, и их слишком много. Но у себя дома вы можете это делать. У себя дома большую часть времени я вообще не включаю свет, если только не захочу почитать или что-то еще. Вы увидите, ваши глаза привыкнут, и вы сможете ориентироваться, все будет в порядке. Или, если вам что-то понадобится, свет от пары ламп будет достаточно, чтобы все сделать. Постоянный яркий свет сказывается на вашей системе. Нагрузка на зрение и нагрузка на слух слишком велика. Вы должны снизить это воздействие. Если вам нужно было увидеть краски, вам нужно было дождаться заката, сидеть и ждать. Тогда появлялся один эффектный цвет. Но если вы смотрите в свой телефон, он исчезает. Сегодня, когда вы включаете телевизор, все чертовы цвета во Вселенной просто горят и горят и горят без конца. все это оказывает огромное воздействие. Свет, звук, цвет. Если вы так или иначе снизите это воздействие на свою жизнь и жизнь вашего ребенка, то увидите, что его рост будет происходить намного более сбалансировано. Вот одна простая вещь, которую вы можете сделать. До подростков нужно донести немного хатха-йоги. И большинство из них пройдут этот жизненный этап без особых усилий. Субтитры сделал DimaTorzok